добро пожаловать в этот видеоурок с вами александр владимиров школа logic pro help сейчас я расскажу как можно использовать сэмплы вместо виртуальных синтезаторов для создания басов пэдов плаков лидов и так далее с одной стороны может показаться что все довольно просто и стоило ли записывать видео мы берем сэмпл мы закидываем его куда-нибудь в quick sampler например и дело в шляпе на самом деле все не совсем так просто есть определенные нюансы и новички могут как-то их не учесть поэтому давайте разбирать у нас есть вот такая вот заготовка здесь партия баса состоящий из трех слоев окей звучит достаточно неплохо все это сделано в синтезаторах алхими а теперь я хочу добавить сюда какой-то непосредственно сэмпл хочу еще сделать лейтинг я нажимаю клавишу f и у меня вываливается мой список сэмплов я уже подготовил здесь различные басы давайте послушаем и попытаемся какой-то из них выбрать давайте вот этот возьмем звучит достаточно неплохо мы его перетаскиваем вот сюда вот здесь выбираем quick sampler original он у нас сюда подгружается и что мы обычно делаем мы берем копируем мелодию слушаем все вместе и у нас должно все звучать круто классно но что-то не звучит давайте проверим может быть что-то в самом звуке но он звучит как-то низковато не так ли да я думаю что надо сделать на октаву выше для этого зажимая option shift и клавишу вверх тем самым начинает звучать чуть повыше плюс разумеется нам нужно срезать низкие частоты потому что это у нас мид бас про то как делать саббас и мид бас я рассказывал в отдельном видео уроке так что обязательно его посмотрите на нашем youtube канале и также добавляем сайд чейн чтобы была пульсация но вот сейчас то уже по-любому все должно звучать слушаем что-то не работает хотя мелодия та же самая сейчас покажу в чем дело дело в том что изначально вот этот вот sample он записан на какой-то другой ноте не на ноте c не на ноте до она какой именно для того чтобы это понять мы должны здесь поставить ноту c3 root key c3 давайте сейчас я все это удалю даже не буду наверное удалять а сделаю так вот сюда добавлю и в общем-то этого нам будет достаточно и прослушаем посмотрим какая нота действительно звучит как определить какая нота действительно звучит мы берем такой плагин я рекомендую ставить его первым в цепочке это анализатор он идет во вкладке metering под названием тюнер он просто-напросто нам показывает ту ноту которая звучит данный момент времени то есть здесь у нас стоит нота c нота до а он нам показывает ноту д но туре конечно если вы так внимательный то вы можете посмотреть и сказать саш ну это же просто все ну вот же написано нота д ну конечно здесь играет совершенно другая нота окей но бывают такие случаи я сталкивался с ними благо редко но такое бывает сэмплы делают реальные люди и бывает что то что написано здесь она не соответствует действительности бывало такое что здесь написано одна нота по факту звучит другая поэтому проверяйте себя на слух а если со слухом музыкальным как вы считаете все не очень хорошо вам буквально наступил медведь на ухо то тогда тюнер вам поможет так вот теперь возникает вопрос а как поставить то чтобы все звучало четко ровно давно присматривайтесь курсом logic pro help и не знаете какой приобрести первым ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов но теперь все стало гораздо проще мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой объединенные общей темой если вас интересует быстрый старт изучения logic pro аранжировка сведения или мастеринг теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас мы заходим в quick sampler и вот здесь вот root key мы ставим ту ноту на которой записан этот сэмпл сэмпл записан на ноте д соответственно мы здесь ставим но туда вы можете спросить а d3 или d5 или d0 ставьте 3 не ошибетесь не нужно выдумывать октава значения большого не имеет но давайте условимся что будем третью октаву здесь использовать и сейчас когда я буду включать вот эту вот простенькую мелодию он в общем то достаточно отчетливо играет но ту да можно конечно взять и выровнять все вообще идеально поэтому здесь вот в кладке pitch мы можем в центах у нас же видели там на несколько центов звук отклонялся поэтому мы можем здесь еще центов чуть бахнуть вот в плюс идеально конечно ровно здесь не будет звук все равно будет чуть-чуть вилять там наслаиваться ну то есть алгоритм тоже не идеально отслеживает это все но вот допустим так мы еще чуть-чуть подровняли все это дело чтобы было прям хорошо и вот теперь если мы это дело послушаем это опять не звучит но естественно мелодию то поставили другую здесь напомним и сделать должны на октаву вверх и вот теперь эти цента я уберу теперь звучит все отлично все как положено все как нужно вуаля вот так вот это работает разумеется мы можем брать какие-то готовые лупы закидывать их сюда и выделять какой-то определенный лишь кусочек этого лупа скажем у вас есть какая-то мелодическая партия мелодик клуб вы взяли какой-то небольшой кусочек его он так называемый ваншот и с ним работаете так тоже можно единственное на что стоит обратить внимание иногда опять же бывают сэмплы где у вас будет не просто одна единственная нота сыграно а где у вас будет уже изначально записан некий аккорд то есть у вас может быть например но если мы говорим про лиды пэды либо возможно плаки вас может быть к там какой-то аккорд сразу это особенно часто бывает если вы работаете со стабами вот стабы они как бы там почти всегда идут аккордом и в этом случае вот этот подгон он на самом деле не работает потому что ну в общем здесь нужно знать музыкальную теорию чтобы понимать как это все функционирует но вкратце скажу что аккорды если зашиты внутри вашего там баса сэмпла баса или сэмпла лида они работать так не будут они скорее всего будут в большинстве случаев давать корябое звучание как определить когда звучит аккорд когда нет но здесь правда все как всегда на слух но если вы взяли все тот же самый тюнер и тюнер вам вообще ничего не показывает либо показывает конкретную билиберду то в этом случае скорее всего либо там аккорд либо там сильно как-то перестарались какими-то обработками типа ревер дилей и вероятней хорус может быть фейзер даже и так далее вот поэтому если здесь что-то нечеткое показывается и на слух вы как бы слышите что что-то не звучит то скорее всего этот сэмпл вам и не нужен так что все вот так вот можем использовать сэмплы применяйте потому что у сэмплов есть один большой плюс они изначально звучат круто и нередко они звучат даже как бы прикольнее чем какие-то пресеты из синтезаторов но минус основной у сэмплов в том что нету контроля то есть если вы что-то хотите в этом звуке поменять то это будет достаточно проблематично потому что звук уже записан а вот в пресете в алхиме либо в другом синте у нас тут просто огромные возможности для корректировки звука что касается лично меня то я вот как я сейчас показал вот я буквально так и делаю у меня вот эти вот три баса они из синтов а дальше я могу одним двумя слоями полирнуть бас лид или плак каким-то вот сэмплом чисто для дополнения все так что я комбинирую оба варианта не использую только какой-то один поэтому пробуйте экспериментируйте и хороших вам миксов до новых встреч